Техническое производство – сложный технологический процесс. Одним из его важных звеньев – коксовый цех. И работа здесь, что называется, не для слабонервных. Температура воздуха у печей достигает тысячи градусов. Это мужская работа, это настоящая мужская работа. Это тот пот, который они здесь проливают, а не зарабатывают. Символично городу 50 лет, в следующем году будет завода 65. И градация все время «Коксик», название «Коксик», это всегда было видно. Я всегда помню, я еще был совсем маленьким. Ну, это вот «Коксик», куда ты поехал? Где работаешь? На «Коксигазовом». Завод – это дед, отец, обе тетки, дядя, другой дед. Все так или иначе касались завода. Строительство промышленного гиганта середины 20-го столетия началось в далеком 37-м году, когда возникла острая необходимость газа Москве. По планам правительства, в 42-м году предприятие должно было вступить в строй. Но Великая Отечественная война разрушила намеченное. Строители завода ушли на фронт. В цехах разместились мастерские по ремонту авиадеталей и склад. По окончанию войны жизнь вновь закипела на территории будущего завода. Первый «Кокс» был выдан уже в апреле 51-го года. А к началу 60-х предприятие стало одним из лучших в отрасли. И на протяжении 30-ти лет Московский «Коксигазовый завод» удерживал эти позиции. У меня дедушка пришел с войны. Здесь работали его братья. И он пошел сюда работать уже с лесарем на «Кокссортировку». Здесь же работала и моя бабушка, кладовщицей. Работали мои деда-братья, мои дяди. Потом пришел отец сюда работать. Сначала в «Кипе» работал, потом пришел в «Коксовый цех», потому что здесь платили больше. Начал дверевым, потом люковым, потом стал машинистом «Коксовой машины». Ну и так вот. Потом ушел на пенсию. Я пришел сюда после армии. Начал в котельно-монтажный участок, был монтажником. Два года назад пришел сын мой, уже младший, сюда тоже газовщиком работает. В 90-е годы завод становится открытым акционерным обществом «Москокс». Это время тяжелое для всей страны было трудным и для предприятия. «Коксовые батареи» выработали свой технический ресурс и требовали перекладки. Несмотря на кризис в стране, когда многие предприятия закрывались, «Москокс» был полностью модернизирован. Сейчас вот здесь вот на заводе в данное время работает порядка тысяч человек, плюс-минус там 50. И повторяю тоже за спиной каждого из работающего, семья. Владимир Кокарев родился и вырос в городе Видное. После окончания Московского химико-технологического института по совету отца, который трудился на заводе с 51-го года, пришел работать на предприятие молодым специалистом. Сейчас возглавляет один из важных цехов – Коксовой. От слаженной работы коллектива зависит весь непрерывный процесс коксования. Есть такие механизмы, которые, например, долго нельзя оставить без резерва. Надо, чтобы всегда был резерв, чтобы все машины работали, потому что печи выдаются непрерывно. Поэтому мы должны обеспечить их бесперебойную работу. В 2006 году для Москокса началась новая веха. Предприятие вошло в группу компании «Мечел». Но славной традицией Московского коксогазового завода остаются жить. Это видно и по саду, за которым бережно ухаживают рабочие. В связи с предстоящим празднованием Дня Металлурга и в связи с предстоящим празднованием Дня Города хочу пожелать и всем работающим на заводе, и всем людям, которые живут в нашем городе, процветания, благополучия, здоровья, позитива, чтобы не было войны, чтобы над нашей головой всегда светило мирное небо. Всего самого хорошего. Хочется поздравить всех рабочих и ветеранов коксового цеха и завода с Днем Металлурга, с Днем Города. Пусть живет и процветает наш завод, наш город. Пусть будет такой же он нарядный, зеленый, цветущий. Не надо оглядываться назад, надо идти вперед. Надо идти вперед и в то же время помнить свое прошлое. Все вместе и прошлое, и настоящее складывается как-то за дело на будущее. Городу надо расти и крепнуть, наверное, тогда. А нам не забывать, что все-таки завод дал начало городу. Всем здоровья и семьям, и близким.